всем привет и слава украине передача отравленный разговор продолжает свою работу с вами я делала садзе и сегодня у нас на связи политический аналитик историк и за мусор приветствовали зван а что тебя видеть добрый добрый вечер рад видеть всех вас мои дорогие тебя дело и вот этот пробел мы заполнен давно я у вас не был на армяно-азербайджанская государственная граница состоялась первая встреча вице-премьера азербайджана шарина мустафаева с его коллегой герой григоряном и эта встреча была в рамках комиссии по делимитации и пограничной безопасности сразу же вопрос сколько времени говорилось об этой комиссии и вот только-только это комиссия почему так долго ну дело тут несколько факторов давай выберем самый главный значит в первую очередь я думаю что здесь свое влияние имеет позиция москвы да с чем она связана особенно после того как началась война вот вторжение украину то явно стало заметно что тормозится тормозятся те процессы те интеграционные проекты которые должны были уже давно начаться да и в том числе вопрос по созданию комиссии по дима и делимитации демаркации или же разблокировки транспортных коридоров но то есть я сугубо только москву в этом не обвиняют она и ясно то есть из логики событий естественно для кремля сейчас удобно заморозить остальные процессы и сосредоточиться на украинском направлении чтобы в других направлениях не упустить чего-то потому что все башни кремля грубо говоря заняты направлением украина и тем противостоянием которые у меня сейчас западом скажем так поэтому чувствовалось что вот каждая встреча в том числе и в брюсселе на позитивных нотах затем как бы пробуксовывается после визитов пашиняна в москву да и предыдущая встреча в брюсселе вообще обернулась тем что на улице еревана вышли люди выдвинутые оппозиции то есть роберт кочерян сердце аркисян а скорее наоборот сперва креатура сержа саркисяна бывший глаз глава smb ваница вывел людей и насколько мы знаем роберт кочерян не хотел выводить людей но чтобы не терять пальму первенства то есть он тоже подтянулся и стало ясно что все договоренности которые в том числе брюсселе были позитивные сдвиги то есть предыдущая встреча брюсселе они провисают поскольку пашинян боится реакции улице мало ли что может быть его ресурсы и уходят на это то есть внимание ресурсы и в этот раз тоже казалось бы многие опасались что эта встреча брюсселе тоже может обернуться чем-то подобным но мягко говоря вот эти уличные протесты выдохлись за прошедший месяц стало ясно что ни к чему они не привели и значит вот тут мы с тобой обозначили два фактора первый фактор это москва которая не торопится решать вопросы в том числе обязательства которые есть взяты в рамках и заявление трехстороннего их уже несколько это 9 ноября 21 года этап ямваря 22 это от ноября 22 то есть я имею ввиду те которые при посреди что москвы и поэтому было вполне логично что для армении в первую очередь и для азербайджана тоже впал более комфортная это европейская площадка это брюссель более предсказуемый и менее ангажированы то есть да я думаю и самой москве это более выгодно и том числе и турции потому что одно дело когда конфликт мониторит или решают конкретные страны то есть заинтересованные страны другое дело когда это допустим международной организации и евросоюз который все-таки более скажем так статусом выше и дает комфортную зону всем участникам переговоров том числе в облеченном в конфликт и в этом контексте в этот раз мы видим что действительно довольно быстро сразу же после встречи в брусселе глав трех государств я имею ввиду азербайджан армения и президент евросоюза сразу же пошли движения то есть создание комиссии на следующий день и азербайджан и армения объявили о создании комиссии по делимитации безопасности границы по демаркации будущем возможной на демаркации конечно чем далеко и буквально сегодня же как ты верно отметил на границе армении азербайджана встретились в оба вице-премьера армении азербайджан более того они уже наметили еще ряд встреч на различных участках границы и еще встречи в том числе и в москве кстати опять таки я вижу многие эксперты напряглись когда было объявлено что опять пройдет встреча в москве но дело я чувствую такую вещь то есть с одной стороны я это давал свои комментарии том числе для российских каналов и для российских сми что некоторые круги заинтересованы в том чтобы тянуть вот этот так называемый переговорный процесс до осени то есть самое опасное мы знаем пора для военно-политических решений вопросов это конечно с весны до осени и ясно что армении в том числе те кто за ней возможно заинтересован в том чтобы втянуть азербайджану различные переговоры которые не имеют результата но это будет тянуться до осени а потом опять зима начало весны и как бы год прошел да а там насколько становится ясно украина российский конфликт вот если опять-таки мы как бы переходим идут сигналы в том числе из запада из россии что сентябрь октябрь что-то вот такое как бы какой-то может быть переходный промежуточный логический даже не конец на передышка или она будет сентябрь или летом любом случае никто этого не знает мы если помнишь тобой последнем эфире говорили что был серьезный шанс в апреле но этот шанс не был использован по различным причинам сейчас тоже говорят о шансе но опять таки тут очень многослойная игра и очень много интересантов чтобы как говорится твердо устойчиво знать что произойдет поэтому вот эта ситуация как ты верно отметил номер один эта война в украине она влияет и на наш с тобой региона наш общий регион война в украине влияет напрямую если мы говорим о сентябре-октябре то примерно ясно что будет в сентябре-октябре будет полностью загружен то что мы называем система лендвиза украина полностью получит современная система вооружений кстати может быть и раньше потому что я уже вижу и гаубицы мм-177 это больше и архиверской части это вот они там лучше разбираются я не будем его хлеб не трогать он молодец конечно дилетант полный но я вижу вот эти гаубицы я вижу сейчас сегодня буквально была информация м-хью что-то такое огромный беспилотник этот американский зверь какой-то жуткий насколько я понимаю там на вооружении турции состоит всего четыре то есть это тяжелый беспилотник который летает через выбором в конгресс сша будут какие-то результаты уже которые байден на его команда положит на стол американцам и скажет не зря боролись это необходимо но как бы как бы не развивались какой бы скоростью не развивались бы эти события так или иначе интересантов-то только два здесь реально это зарубежная это армения это главные интересанты этого всего и на самом-то деле что показал прошлый бюссер на мой взгляд показал прошлый бюссер что пока москва имеет здесь силу не дадут они никаких результатов будут затягивать поэтому честно говоря я тоже многое напрягся когда были звонки лаврову после этой встречи и даже вторая встреча в москве но меня обрадовало что третья встреча в бюсселе а раньше было наоборот значит итоговые встречи были в москве сперва брюссель а потом то есть это уже позитив согласен нас а на самом деле вот сейчас три вопроса обсуждается пограничные вопросы коммуникации мирный договор я уже перехожу к той самой встрече и так далее вот пограничные вопросы мирный договор понятно насколько важны коммуникации коммуникации в этом плане вот как мне видится вопрос более технически нежели ну грубо говоря пограничные вопросы решены мирный договор подписан коммуникации само собой будет а куда они делаются разве так тут и дело значит вот ты хорошо выстрел все это дело то есть сперва граница то есть это вот эта безопасность потом подготовка или даже подписание мирного договора то есть это стабильный а потом третий этап это транзитные коридоры той заработок скажем так прибыль и вот тут технические и экономические вопросы потому что где как пройдет дорога кто будет подключен в эти проекты ведь какие перспективы вот эта тема чисто рутинная техническая и насколько мы знаем после вот этого последнего брюсселя все-таки армения согласилась полностью и на автомобильную дорогу если помнишь она официальный ереван постоянно отнекивался сперва вообще категорически отказывался говорили что будет только железная дорога что никакой автомобильной дороги не будет потом пошли разговоры что да будет но не так как хочет азербайджан то есть коридорная психология в армии коридорное понимание у них очень сложно хотя это можно решить по-разному потом шли вопросы о том что нужно согласовать участки точки откуда пройдет автомобильная дорога я тебе скажу так что азербайджан заинтересован в том чтобы эта дорога охватывала в том числе в зангизури те населенные пункты откуда изгнаны азербайджанцы то есть изгнанные 30 30 слишком лет назад и 70 лишним лет назад естественно армянская сторона в этом не заинтересована но я почему-то думаю что мы и этот вопрос объясним армянской стороне здесь больше выгод и более того власти армении очень-очень заинтересована в нормализации отношений с турцией в первую очередь я бы даже так сказал если бы не кейс препятствий вопросов с азербайджаном если бы это им не мешало то они очень быстро бы оформили бы свои отношения с турцией то есть но именно турция в том числе одним из условий изначально ставит и сперва нормализацию отношений с азербайджаном а уже потом как говорится армения бросается в объятия скажем так турции вот и поэтому то есть тут пока техническая сторона тоже не будет согласована то есть эти три элемента как-то взаимосвязаны если азербайджан не видит свет в конце коридоров извиняюсь туннеля как бы так обыграет и граница и другие вопросы мирный договор они еще будут размыты то есть здесь же интерес азербайджана мы должны увидеть все все должно быть обговорено пакетно а не так что там допустим интересы еревана на чем-то заканчивается и дальше начинаются проблемы чтобы вот этого не было я думаю у нас с армении есть шанс до осени есть шанс но посмотрим до осени подготовить и прийти к тому что что у нас остается то есть азербайджан достраивает в начале следующего года свой участок дороги который будет от физули до границы за меланском районе то есть граница с арменией ираном если в этот момент опять начинает провисать за несутский коридор мы знаем что уже началась реконструкция и строительство некоторых участков на территории ирана то есть иран взял на себя эту функцию то есть дорогу пойдет через иран и тогда опять-таки для армии складывается не очень удачная ситуация не очень мягко говоря она опять провисает и это может затянуться для нее на несколько лет это кто же туман то есть я не думаю что азербайджан будет как бы это сказать сидеть и пассивно наблюдать за процессами на в том числе в карабахе и в том числе на границе с арменией то есть в армении есть выбор или интеграция по условиям победителя победителя азербайджан понятно что мы об этом особо не кричим мы не говорим что фактически армия капитулировала хотя это так но если вдруг в армении это забудут а то придется к сожалению это неоднократно говорил есть очень много рычагов и именно армения заинтересована в том чтобы у нее была граница с азербайджаном на чем быстрее это но есть она в этом заинтересована то есть целый пакет того в чем заинтересован азербайджан до в этих вопросах и я вижу за последнее время очень серьезные подвижки и это и в брюсселе было подтверждено то есть тема карабаха какой-то там автономии или какого-то статуса для карабахских армян она забыта уже европейский руководитель говорит о населении карабаха о том что у них какие-то определенные ну в рамках конституции азербайджана естественно как у любого гражданина есть права у них есть права будут и обязанности то есть вот это очень принципиальный вопрос чтобы территория азербайджана не обсуждалась я вот это принципиально повторяю и чем быстрее армения и те кто за ней стоят это поймут тем будет лучше и как мы видим принципе здесь подвижка есть то есть никто не может советовать на не из европы не из москвы откуда бы не было что и как мы будем делать или делаем на своей территории если этот вопрос пройденный то следующий вопрос границы то что важно для армянской стороны первую очередь если этот вопрос мы сейчас брусселью прошли то следующий вопрос я бы так сказал это дорога для азербайджана транспортная развязка а уже мирный договор и он может и приложиться к этому делу как показывает международная практика может и не приложить можно и без этого жить по моему мирный договор вообще по моему мирный договор это то с чего надо начинать вот на мой взгляд то есть начинаем от печки взаимное признание взаимное уважение и так далее это есть мирный договор потом идут уже вопросы делимитации границы они могут идти десятилетиями и как говорится как говорила это уж в кавказской области торопиться не надо важные принципы 10 метров 100 метров километр туда километр сюда ничего не решает но дело здесь ситуации важны принципы важны общие принципы что не обсуждается вот это здесь это здесь теперь еще одна реплика резвот своего разрешения дорога через иран обязательно должна быть тут агамерзаев у меня есть который очень правильно объяснять что одной дороги недостаточно должны быть обязательно дублеры дублирующие други более того если мы говорим о дорогах должны быть открыты все дороги вообще не один коридор а все дороги потому что если не открываются все дороги абсолютно это не имеет смысла просто просто не имеет смысла это будет чисто политический акт а не экономический для экономики нужно открывать все чтобы баку тбилисикар стала кольцевой и вот тогда и у нас сейчас реально ну конечно есть проблемы с физическая трансформа у нас сейчас реально есть возможности стать очень серьезным хабом потому что россия отключили если выключить и у нас сейчас есть у логистических фильмов есть в этом или они сейчас налаживают через нас или они говорят и дикие люди никогда между собой не договорятся и налаживают по-другому в конечном итоге между ираном и турцией тоже есть граница я поднял очень интересную тему очень интересную тему по поводу населения которая была изгнана и у меня вот буквально воскресенье был валерач челашвили у меня с ним создалась интересная дискуссия как раз мы обсуждали следующие с бюджетами я сказал такую вещь что уже много лет сначала в полупубличном пространстве сейчас уже и публичном пространстве там на ютубе почти год-год не почти а год и обсуждаем периодически эту тему и люди тоже пишут комментарии тоже пишут и идет зацепка за зацепкой то есть когда говорим мы о правах населения граждан многие из азербайджана начинают писать ребят а тех граждан азербайджан на которых изгнали из армении у них нет никаких прав потом из армении начали граждан а тех граждан которые жили в азербайджане у них нет никаких прав и дальше начинается вот такие таким образом мы же не можем ну как минимум если мы зафиксируемся на 30 лет после распада советского союза мы же не можем уйти от того что есть живы сейчас эти люди моего поколения я когда все началось я был молодым человеком но мне было лет 20 уже достаточно серьезный возраст и вот были сейчас живы эти люди и поэтому без этих вопросов без разгребания вот этих вещей чтобы договориться о принципах ребята давайте подумаем о компенсациях этим людям давайте подумаем о том как мы можем этим людям если эти люди захотят вернуться просто я сомневаюсь что кто-нибудь из граждан азербайджана сейчас захочет вернуться в армению или кто-нибудь из даже не обязательно армении там армяне могут быть и в любой другой стране да захочет сейчас обратно вернуться давайте подумаем или о методах компенсации или о чем-нибудь то есть я не говорю что это сразу же найдется очень легко в решении нам нужно будут изыскивать деньги может быть деньги международных организаций я не знаю но так или иначе эти вопросы же тоже должны быть в пакете и вот тут мне валера говорит дело ты утяжеляешь конструкцию я согласен это уже а я считаю что я не утяжеляю конструкцию я считаю что пока если это вместе в пакете все обсуждать и не думать об этом то вот но может не получиться а если все вместе о принципах договориться то потом уже должна идти работа по всем направлениям одновременно почему нет дело тут значит такой момент вот когда между странами не обязательно даже дружеские а нормальные отношения то вопрос мирного договора не стоит и вопрос делимитации демаркации проходит нормально уморки 20 лет идти и 40 лет до и это нисколько не мешает интеграционным процессом но специфичность в том что у нас затяжной конфликт и этому конфликту много лет много людей погибло и нету доверие то есть если сейчас сразу решается вопрос и подписывается мирный договор то обе стороны сковываются сковываются этим мирным договором его условиями до пунктами а и затем начинаются проблемы да потому что есть много того чего не отобразишь в пунктах или же того чего не проконтролируешь пока она не будет решено изначально это похоже это похоже на то когда два человека вооруженных до хотят обняться это очень сложно и при и прежде всего надо решить очень много вопросов до другое дело когда просто люди обнимают поэтому здесь постановка вопросы как ты заметил идет сперва вопрос границы решается то есть относительно чтобы не было повода для конфликта да то есть в конфликт повод для конфликта в чем не признание границы до второй вопрос уже спорный то есть подготовка к мирному договору то есть какое как бы сказать намерение но при этом же решается вопрос транспортных коридоров да как бы мы еще не помирившись начинаем вместе зарабатывать и смотрим а что у нас получается что не получается и каждая из сторон имеет рычаги некое давление влияние а также моральное обоснование иногда отказаться от некоторых пунктов которые еще юридически не закреплены особенность этого момента а что касается переселения возвращения азербайджан то ты знаешь я общаюсь и интересная картина значительная часть выходцев из армении а я тебе скажу их очень много то есть если мы приплюсуем тех кого изгнали в конце сороковых начала пятидесятых годов их них потомков и плюс тех кого изгнали вот восьмидесятых девяностых годов получается довольно солидная цифра приближающихся к полтора-двум миллион довольно солидная цифра и среди них есть очень серьезно не скажу все конечно же это нельзя никогда что все захотят все но очень серьезная прослойка в том числе и молодая и естественные пожилые люди и молодые которые ты знаешь готовы к этому готова на как раз готовы стать гражданами армении не то что гражданами они больше говорят о том что мы готовы вернуться свои родные дома так вот здесь возникает вопрос статусе кого да в статусе гражданина армении или это какой-то будет переходный период как-то связанный с процессами интеграции карабахский армян ровно также как карабахские армяне становятся гражданами азербайджана ровно также и эти люди становятся гражданами армении соответственно то есть это должно быть как бы вместе происходить чтобы ну понимаешь чтобы степь степь более того как мы отметили количество азербайджанского населения в армении в разы больше чем то на что есть армян в карабахе да и те кто могут вернуться при желании я понимаю что это минута тоже не только про карабах речь идет речь идет и про другие районы речь идет и правда и другие совершенно но я просто реалистично подхожу к этому к этим вещам что я думаю что вообще вопросы компенсации они более реалистичны нежели вопросы возвращения вопросы возвращения можно будет решать если кто-нибудь когда-нибудь захочет когда у нас будет система евросоюза немец может поехать поселиться по францию француз приехать поселиться и да и да и даже мы с тобой можем поехать и где-то там поселиться зачем нам это нужно у нас есть не нужно я не страдаю желанием с видом на гору арарат или там куда ну и я имею ввиду поехать в европу пожалуйста не откажу сложный клубок который наверно пока что отложили я имею ввиду от армян азербайджан его пока отложили но ты знаешь неоднократно на очень высоком и высшем уровне в азербайджане напоминали что все азербайджанцы имеют право и вернуться на свои искренние родные земли то есть это как бы дальние но как бы мы напоминаем армии вообще по большому я думаю честно говоря это напоминание это напоминание это элемент давления по поводу признания территориальной целостности и можно выяснить что я честно скажу армян и азербайджанских есть не разрешится до тех пор пока будет москве пока москва будет в регионе вот это моя точка зрения москва не даст потому что ну не потому что они плохие или хорошие но что им это не выгодно если бы им это было бы выгодно оно бы решилось бы еще в девяносчетвертом году а может а больше но это моя точка это я так считаю логично мне дело это не обсуждается если вы кому-то очень нужно было в период распада эссер период распада эссер разрубить уничтожить все цепочки какие были на южном кавказе просто в хлам это все вдрызг отложить на потом вот отложили на потом и ты знаешь вот тоже то что ты сказал кольцевая фактически баку тибилиси касс их дыр потом заходом в нахчеван и так далее это то чего точно москве не хотят и не хотели то есть философия последних 200 лет я имею ввиду после прихода царской россии наш регион потом с философия такая граница между ссср ираном и ссср турции это мертвая зона этот депо это конечная станция это железная стена непробиваемая да эта философия так это свидетель с москвы а сейчас мы делаем то что не укладывается понимание московских философов от политики но именно интеграция и вот эти все транспортные проекты подталкивают политику я всегда считаю что экономика должна идти впереди политики если это выгодно то уже меньше политических препятствий его бывает то есть чем больше стран будут подключены к этим интеграционным процессами будут зарабатывать от этого тем меньше будет возражений да важно чтобы эти важно чтобы это все было скажем так этот порочный круг был разорван вот сейчас мы уже видели это встреча в грузселе встреча в москве откат напряжения встреча в грузселе звонки сейчас ну пока вроде бы все в порядке но я скажу так я надеюсь на то что чем больше будет россия ослабляться тем больше будет возможности для того чтобы здесь не надо лечить надо будем подождать я имею ввиду контексте москвы то есть мы не торопимся мы лечим именно именно в контексте москвы в контексте москвы скажу честно в контексте москвы несмотря на то что субъектность не вызывает сомнения в отличие в москве это у кого-то вызывает сомнения но в контексте москвы сделать что-то такое движение чтобы москву выдавить из региона и одна страна не может ну не хватит своих сил но они сами себя выдавили хотя в принципе вот мы с тобой говорим на русском языке да и было бы никто против них тут ничего не имел если бы они так себя не верили так ведь но ладно бог с ним есть еще есть еще турция как региональный игрок и в 20-м году у эрдогана тоже выборы насколько для эрдогана важно вот я же говорил по поводу байдена и его администрации в их выборах вот он положил на стол успех украине в 20-м году у эрдогана выборы насколько для эрдогана важно положить на стол турецкому избирателю успех урегулирования десятилетиями глящегося конфликта на кавказе знаешь дело как бы мы все-таки и братские народы братские государства с турции да но на внутри политической повестке я не думаю что это опять таки это входит в пакет который интересен турецкий народ но согласись если мониторить турецкую прессу аналитические круги то есть смотреть чем дышит турция это первую очередь экономический да пакет то есть выйдет из кризисной ситуации выйдет ли ну потом там у них вот актуальная тема это значит сирия ирак ближневосточный кейс то что связано с израилем с палестиной да а тут у нас все радужно для них то есть для турецкой публики истеблишмента общество первую очередь они считают что да вот этот процесс самый сложный процесс это было победить войне то есть перелом да а ты согласен а дальше турецкая дипломатия которая может даже из поражения сделать победу мы это видели за прошедшие 200 лет по итогам допустим русско-турецких воин да и так далее не только русско-турецкие когда тут я слабее тогда слабый османская турция проигрывая на военном поле уступая затем дипломатии продавливал ну а если тут уже явная победа как говорится да это прям как коронический аят явная победа да то тут след за этим если не будет каких-то неожиданных форс-мажоров то что касается нашего региона для турции не представляет особого интереса в плане проблемы то есть они считают что этот вопрос решен идет интеграция и для турецкого избирателя может я ошибаюсь все-таки более актуально вот как будут решаться и внутри экономические вопросы и вот понятно частично можно заполнить международной повесткой межполитическими победами успешными военными кампаниями на территории ирака сирии да это имеет свое значение но турецкий народ он работящий он привык жить хорошо зарабатывать то есть я провожу параллель допустим с российской стороны здесь российское население оно так уж кажется может я ошибаюсь более готова к лишениям к трудностям да а те кто не готовы уже покинули или покидают россии да то есть они уже как бы выразились в турции немного по-другому все-таки это демократическое государство где очень много зависит от общества от тех и до тех больших компаний финансов банков поэтому вот я думаю что скорее всего эрдуган будет сосредотачиваться на этом и здесь уже роль восстановления карабаха играет очень позитивную роль для турецкой экономики для турецких компаний ты наверно знаешь они практически номер один по восстановлении да и в тех проектах инфраструктурных которые проходят на территории освобожденного карабаха вот это да этот кейс довесок того что вот турецкие компании получили проекты транши турки работают в пк извиняюсь я забыл в пк турции вот сейчас технофест у нас начинается это изумительное шоу я пошел на бульваре увидел что творится какие виды то отчего стоит то что байрактар ахсункур 2000 километров пролетел сам и не только там много интересного то есть фактор в пк инфраструктуры и вклада турецкого бизнеса будет расти да и чем больше он будет расти тем больше значит по нашему региону преференции получит эрдуган в предвыборный свой кейс вот так уже мы переходим на английский термин я думаю это более важнее ты сейчас сказал очень интересную вещь о которой я задумывался в отдельным кейсом опять-таки отдельным но я не задумывался в привязке к двадцать третьему году к выборам конечно при всем моем уважении карабах масштабное строительство и так далее но если мы говорим о контрактах на турецкие компании самая большая и самая перспективная сегодня площадка строительная в мире это украина с ее разрушенными городами можно себе представить и можно себе представить насколько важно учитывая что деньги там будут это точно будет скажем так даже одно восстановление мариуполя это было бы для если по турецким компаниям оставим все в покое мы знаем сколько еще там разрушений просто один мариуполь город 500 тысяч человек полмиллиона даже больше вот его восстановление все это уже бы обеспечило очень серьезный движок скажем так к этому самому но при всем при этом есть еще и вопросы безопасности вот эти вопросы безопасности тоже решаются в украинском формате хотя вроде бы украина-то тут причем я имею ввиду требования к швеции финляндии по поводу одобрения заявок на украина тут при том что если бы не украина швеция и финляндия это сложный кейс и и просто если бы мы с тобой осознали насколько негативный фактор швеция и финляндия за эти годы имеет во два внутриполитических проблемах турции любая страна любая страна и просто так не пропустила бы и напомнила бы да и понимаешь тут связка такая ведь это швеция и финляндия не сами по себе это делают они то страны не особо ясно что здесь очень серьезный фактор германии франции да и через финляндию швецию франция германия продвигают определенную негативную повестку для турции и турция вполне логично что будет дожимать до конца и боком выйдет это финляндии и швеции уже выходит то есть я насколько разбираясь в турецкой дипломатии на это тоже понимали что это не те ребята турки до которые забудут то есть вот это те вещи которые обошлись десятки тысяч погибших людей в огромные потери в том числе престижные неоднократные внутриполитические кризисы в турции и много того негативного чего можно было бы избежать если бы финляндия и швеция не делали бы той поддержки вот этим террористическим националистическим организациям которые они делают поэтому здесь они сполна от хлебнут но только быстро если турция хлебала это все 20-30 лет да как мы понимаем с тобой то здесь им придется одним глотком все это выпить давить этот бокал и и есть они конечно хотят попасть в нато если это просто к еще какой-то очередной элемент торга с кем-то что-то то я думаю что турции турция не уступит и впереди мы знаем в испании предстоит до саммит нато в конце июля и вот там уже и швеция и филляндия те кто за ней должны прийти с готовым ответом то есть я знаю что там будут очень серьезные разговоры на уровне руководства сша и турции то есть уже к этому моменту должны быть созревшие ответы весь пакет тех справедливых требований которые турция выдвинула за такие вещи которые делают филляндия и швеция да если бы это делали другие страны то весь бы коллективный так называемый запад и международной организации по головке не погладили ну вот тут обида турции не швеции или один тоже понимает что это не то весовая категория что турция обижалась на швецию или на филляндию через этот вопрос турция напоминает всем кто вел ошибочную политику отношении турции и региона ближнего востока и разговор через филляндию швеции будет идти и с вашингтоном и с парижем ну и возможно частично с берлином хотя здесь уже берлин мы знаем с тобой однозначно постепенно теряет свою некую роль особенно на фоне войны в украине то есть какую бы позицию не занял берлин этому же оставляя одно переходим другому и тут ты обратил внимание очень интересная связка вот если победа войне в карабахе и вообще изменения контур геополитики в нашем регионе связаны союзом турции и азербайджана в том числе военно-политический союз то оформляется новый союз польско-украинский то есть тоже близкие относительно народы которых общая культура была и даже есть много общие том числе государственности которую настолько мы допустим нету да и не было и вот выстраивание этого польско-украинского контура плюс уже на кавказе быстро и турецко-азербайджанский контур я понимаю что есть очень серьезный интерес в этом и очень много поставлена на становление польско-украинского вот эту тандема и ради этого я думаю что и запад готов пожертвовать многим и пойти не то что на уступки а принять законные требования турции потому что тандем польша украина как это об этом кошмала говорят как и о вкладе турции то что происходит в украине в то что в украина не понесла поражение в первые же дни в этой войне первостепенную роль играет именно турция чтобы не именно не произошло той трагедии в одессе в мариуполе которые должны были произойти огромную роль играет именно турции так вот польско-украинский тандем он в основном будет зависит от того как турция отнесется к этому и будет или нет поддерживать в этом контексте я думаю что вот эти все мелкие вопросы в лоббирование сепаратизма курдского национализма терроризма должны принесены быть жертву более серьезным скажем так геополитическим но вообще-то две эти линии как я понимаю зависит от того как к ним относится в другой немножко столице где часто идут дожди где часто бывают туманы а так вот в этой самой столице где часто идут дожди часто бывают туманы такое впечатление у меня нет ну понятно было понятно было что в лондоне были очень недовольны сотрудничеством русских и турок очень очень напряглись по поводу покупки с 400 но у лондона не было патриотов чтобы они могли продать патриот это немножко бей британское оружие а американское с американцами них слойте но такое впечатление было что они только и ждали этого момента когда нужно было будем можно нужно взаимозаменяемые слова снять с турции санкции по вооружениям по крайней мере они еще ничего не успели сказать даже даже озвучить требования а мы снимаем мы снимаем мы снимаем мы уже мы уже здесь это все выглядит весьма и весьма забавно конечно я понимаю что британцы хотят большую игру хотя с кем россия в этой игре разменная монета и у британии совершенно иные претензии вопросы к другим игрокам это в первую очередь сша как верно то отметил это во вторую очередь евросоюзе просто от него сейчас есть а точнее наказание то есть британия много что есть британия мечта о том чтобы и германия и франция поняли свои ошибки ну понятно какие то это по-британски это определенные вопросы китаю и у британии сейчас шанс повысить свой уровень участие формирование нового мира порядка да то есть созрел шанс старыми рушится и британцы никогда не упустят своего шанса и россия здесь просто сыграла роль которую я думаю не должна была играть если помнишь дело скрипалей и всего соответствующие проблемы когда великобритания предлагала очень интересный вариант что как бы россиями ну пусть и не приносит извинения но как-то эта тема дружески заминается и тем самым некоторые темные моменты в британа российских отношений вот на второй фон и что же мы услышали я внимательно смотрел что говорят близкие кремлю аналитики и англичанка опять гадит вот все что можно было двух словах услышать из от российских аналитиков как бы они говорили что британия выдохлась она 21 веке не может и не войдет в большую игру поэтому россия не считает нужным считаться с некоторыми теми вопросами или теми скажем так претензиями которые есть у британии но украинский кейс война в украине многое расставилась на свои места опять-таки российская сторона утверждает что это ловушка которую британцы подготовили да то есть это мнение российской стороны но в любом случае это где россия сторона вообще утверждает что и что украины нет вообще нет да тоже есть вообще украины нет я это я вселенную вспоминаю одного киевского писателя при этом михаил афанасьевич булкакова который он говорит меня чуть сумма несет доказывает что меня нет вопрос на десерт ты понимаешь на фига и танцы отдали китайцам гонконг вот зачем они это сделали гонконг зачем они вода но дело мы с тобой углубляемся как говорится в кролище это десерт это знаешь это такая такой десерт который я правда не понимаю прекрасный город есть же сингапур там тоже китайцы там и малайцы правда есть но вообще-то там в основном китайцы почему гонконг не мог стать сингапуром зачем нужно было отдавать это китаю чтобы потом сейчас иметь такие проблемы на слабо ну это было некое джентльменское соглашение потому что все-таки считается что это и вопрос тайване тоже мы сейчас видим как америка и китай бодаются потому что фактически тайвань это признанная территория китая ну понятно все признать единый китай я думаю что британцы не потеряли британцы не потеряли сделав реверанс по вопросу гонконга и именно вот выстраивание нового мирового порядка во многом зависит от того что китайцы и британцы могут друг другу уступить если нет дела я тебя уверяю если нет в ближайшие месяцы а может и быстрее увидим как вдруг япония а самая япония начнет предъявлять обоснованной претензии и при этом я помню я не скажу ленд лист конечно но при высокотехнологичной для для высокотехнологичной японии если с нее снимут некоторые запреты учитывая том числе и ядерные технологии то она очень быстро станет серьезной проблемы для китая и в пекине это понимают и прекрасно знают что многое по кейсу япония чем мало говорит зависит от лондона не от сша как многие знают а именно от лондона поэтому вот эта система взаимосдержек она пока что работает если нет то у китая будут проблемы уже направлении пакистан могут появиться хотя сейчас китайско-пакистанские отношения нормально с индией мы и так знаем насколько сложного китая так тут еще талибан готовится мы видим серьезным действием да а еще есть и япония вы рису про прорисовывается в этом при кейсе то я думаю что китай лучше нас знает все вот эти ходы и не будет усугублять вот единственное что китай сша да это отдельная тема что чего они бодаются и за счет кого бодаются у них у них полный симбиоз китайцам и американцев полосы бьет ну ладно прибежал трамп и начал кричать америка great again и то есть какой хуррикан пришел побежал все все фигуры на доске убежал сейчас эти сидят расставляют обратно фигуры они продолжают бодаться потому что трамп в данном случае это это в тренде он был то есть не сказать что трамп все дело публично простая душа по точку как бы чтобы не мучить наших уважаемых зрителей я не то что про прогноз дело неблагодарны на данном этапе китай метод война в украине показала китаю какой может быть сценарий в ее приемте хотят ее и в кейсе поймать китай сделал выводы какой-то лучше учиться на чужих ошибках чем на своих и я думаю что китай выбор свой сделал теперь связка такая как выйдет россия из этой войны как бы она не вышла но она вынуждена в чем-то будет зависеть от китая временно но стратегически я почему-то вижу что россию готовят для перспективы это не через пять лет это не через десять лет но явная и перспективе будет накачивание россии определенными технологиями ну старыми естественно да это план гойл ро мы же помним ксс за счет чех технологий поднимался может помним как сша все это это все за это америке но в этот раз вот это так называемый сср 2.0 но без нас без нас он будет смотреть от нас тоже много чего он будет смотреть на китай он будет смотреть на китай на всякий случай а может быть и не на всякий то есть вот эта связка россия новая и китай они должны друг друга сдерживать и дать возможность основным игрокам нормально спокойно вот построить новый миропорядок то есть чтобы не вмешивались вот эти игроки второго плана да а тем более китай который четко идет на первый уровень нужно китай связать этими гирями и самая большая гиря и в виде друга и в виде врага будет россия что ж будем посмотреть в принципе мы так понеслись по региону остановились почесали затылок посмотрели ну посмотрим что будет дальше огромное спасибо за вас за очень интересную беседу большое спасибо дорогие друзья что были сегодня с нами всего доброго и слава украине подпишитесь на наш канал будра news и будьте в курсе всех событий